Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта! Сегодняшний рассказ о такой фетровой шляпе, называется она Федора, стала популярной в Западной Европе в 1880-х годах. В среде актеров стала употребляться в качестве реквизита в различных постановках, в том числе Сара Бернар играла в этой шляпе. Но превратности моды бывают таковы, что эта шляпа из женского аксессуара превратилась в модную шляпу для мужчин. И даже сохранила некоторые элементы женской одежды. Вот такую ленту, вроде женское украшение, но она, в принципе, для шляпы типа Федора вполне уместна. Она была популярной и особенно стала популярной даже таким штампом в гангстерских голливудских фильмах 30-х годов, 20-30-х годов, если кто-то помнит эти фильмы или фильмы о той эпохе. Там вот гангстеры ходят именно в таких шляпах. Модным было, что эту шляпу нужно было иметь таких три вмятина. Вмятина это вверху и по бокам. И, ну, допустим, для того, чтобы ее снять, ну, при приближении дамы, допустим, нужно было брать ее тремя пальцами, вот так вот изящно. Шляпа производства Чехословакии принадлежала почетному гражданину города Мурманска Ивану Тимофееву, который внес значительный вклад в развитие рыбной промышленности, профсоюзной деятельности Мурманска и Мурманская области. Но нам он важен в первую очередь тем, что после войны он занимал пост главы исполкома Поляринского совета народных депутатов. И в 1946-1947 годах занимался восстановлением Полярного после войны. Иван Николаевич еще связан с нашей областью, с нашим городом тем, что во время войны он воевал на рыбачьем полуострове. Он уже прошел всю войну и только уже после этого пошел уже по партийной линии в главы районов сначала Полярного, а потом уже в городе Мурманске. Был он человеком бережливым, как утверждает его сестра, которая передала шляпы и другие его вещи личные. И вот он, обратите внимание на этикетку, этикетки он не снимал, а носил вещи прямо с этими этикетками, старался, чтобы их тоже не разрушить. То есть вот интересная такая деталь. Спасибо за внимание.